Привет, друзья! Многие из вас часто задают вопрос, какой недорогой, но качественный принтер купить в Китае? И сегодня у нас на обзоре как раз такой принтер. Flying Bear Ghost 5. Призрак летающего медведя 5-й версии. Стоимостью всего лишь 304 доллара. А в дни распродаж с 24 августа этого года цена будет еще ниже. 288 долларов. Ну что ж, давайте посмотрим, чем же нас удивили китайские инженеры. Приятного просмотра! Принтер пришел ко мне вот в такой вот габаритной коробке с весом 15 килограмм. Поэтому таможня вскрыла посылку и захотела содрать с меня пошлину. Но я поступил очень умно и в итоге заплатил всего лишь 1 доллар. Если у вас возникнут такие проблемы, то пишите мне на фейсбуке, я подскажу как вам поступить в таком случае. В комплектации Китнабора идет очень подробная инструкция по настройке принтера. А самое главное, она полностью на русском языке. Сопроводительный лист с перечнем всех элементов. Боковые панели с красивым логотипом летающего медведя. Полностью собрана нижняя часть с электроникой. 12-миллиметровые направляющие и опорные стойки. Полностью в сборе нагревательный стол с рамой. Бобина тестового пластика. Набор винтов и инструментов и другая мелочь. Ну и самый важный элемент конструкции это портал, реализованный на 8-миллиметровых валах. На первый взгляд выглядит все очень просто и понятно. Поэтому проблем при сборке у вас не должно возникнуть. А теперь немного поподробнее о блоке с электроникой. Открутив панели ZBS пластика, мы видим, что весь корпус сделан из 2-миллиметровой стали. Следов гибки нет. Также нет ни единого шва сварки. А это нам дает достаточно высокую жесткость конструкции, что немаловажно. По краям стоят резиновые ножки, поглощающие вибрации. Блок питания используется с активным охлаждением на 24 Вольта и 12,5 Ампер. Но этого более чем достаточно для такой небольшой области печати. Очень понравились все моторы. У них практически не чувствуется рывковость в движениях. Достаточно мягкий ход ротора. На борту принтера стоит материнская плата Flying Beer Reborn версии 2.0. Но это по сути та же самая МКС Рубин Нано. 32-битная плата с микроконтроллером STM32. При этом я был удивлен установленными драйверами TMC2208 на осях X и Y. Это нам дает улучшение качества печати, точность перемещения и отсутствие высокого шума работы самих драйверов. На оси Z стоят стандартные А4988. А также есть дополнительный слот для второго экструдера. То есть можно реализовать цветную печать. Ну и конечно же Wi-Fi модуль. Обдувает нашу плату 60-мм вентилятор. Было бы неплохо добавить еще один такой же. Так как не уверен, что потока достаточно для обдува всей материнки. Проводка уложена очень аккуратно и все разъемы проклеены клеем для надежности. Перед вами верхняя панель принтера из 2-х миллиметровой стали. Также реализована без единого шва с высокой жесткостью. Сама же кинематика декартовая. То есть у каждой оси свой мотор. Но реализована на 8-ми миллиметровых валах. Так как область печати небольшая, то и прогибание валов полностью исключается. Но больше всего мне понравилось отсутствие люфтов у линейных подшипников. А за счет синхронизации с обоих сторон с замкнутыми ремнями по оси Y, мы получаем очень надежный механизм, который избавлен от диагональных перекосов, как у CoreXY. Да и к тому же длина ремней меньше метра. А значит эхо на углах будет значительно меньше. Но тут не стоит забывать о расположенном на оси X моторе, который утяжеляет весь портал. Поэтому давайте взвесим весь портал с осью X. И в итоге мы получим 826 грамм. На самом-то деле это немного. И при таком весе можно разогнать принтер до хороших скоростей, без потери качества. Но на этом мы не остановимся и рассмотрим отдельно каретку оси X, которая имеет алюминиевое основание под линейные подшипники. И в отличие от Призрака 4 используется не металлический кожух, а более легкий из литьевого пластика. В качестве хот-энда используется проверенный временем E3D-V6. А за обдув детали отвечает вентилятор улитка 5015, расположенная под углом. Но на практике мы посмотрим, насколько такое решение эффективнее предыдущего варианта. Вес хот-энда в сборе составил всего лишь 224 грамма. И это очень хороший результат. На всякий случай я решил перебрать E3D-V6, чтобы удостовериться в верной сборке на заводе. Детали выполнены качественно и собран был хот-энда абсолютно правильно. Все пакетики с метизами подписаны и пронумерованы с фирменным логотипом FlyingBear. В отдельном пакете идут провода, стяжки, USB-провод и запасная тефлоновая трубка, что очень приятно. Также в наличии есть удобный широкий шпатель, фирменные кусачки, запасной нагревательный блок, проволока для чистки сопел и стилус для тачскрина. Положили еще пинцет, запасной фитинг со скобами, натяжители и TFT-карты на 4 гигабайта. Рама стола выполнена из 2-мм стали с дополнительными ребрами жесткость. При этом линейные 12-мм подшипники также не имеют люфтов. Ультрабаза крепится скобами с фиксаторами и на удивление очень ровная. Габариты составляют 275 на 210, но по факту печати 255 на 200. Подробную инструкцию видеосборки вы можете посмотреть на официальном YouTube-канале FlyingBear, по которой я по сути и собирал этот замечательный девайс. Поэтому не буду на этом останавливаться, единственное что скажу, что получил массу удовольствия от самого процесса. Такой себе лего для взрослых. При правильной сборке оси Z проблем с заеданием у вас не возникнет. Тут стоит хорошая разрезная муфта, ровный T8 винт, да еще подпружиненная резьбовая втулка. В этом бритере используется BODEN-система, это правильное решение, чтобы не утяжелять портал. Да и BMG фидер считается одним из лучших, за счет понижающей редукторной шестерни и синхронизированных шестеренок с правильной округлой геометрией. О таком фидере я делал неоднократно уже обзоры, можете посмотреть на моем канале. Благодаря такой конструкции можно даже использовать гибкие пластики. А датчик окончания филамента не даст вашей печати уйти в мусор. При первом запуске я решил проверить скорость нагрева. Использовал пресет PLA и принтер показал очень хорошие результаты. Хот-энд прогрелся до 210 градусов за 1 минуту 15 секунд, а стол нагрелся до 60 всего лишь за 1,5 минуты. Следующий этап это калибровка стола. В меню передвижения выбираем Home, чтобы принтер отбился по всем концевикам. После чего можно откалибровать листом бумаги, который шел в комплекте со столом. Для удобства в панели выбираем меню уровень и по точкам калибруем в нужный нам зазор. Можно конечно и вручную откалибровать, но есть вероятность при быстром передвижении спали драйвера, поэтому лучше использовать программное управление. В меню инструмента мы можем посмотреть температурные параметры, информацию по прошивке принтера. Все достаточно понятно и интуитивно, поэтому на этом заострять внимание не буду. Для подключения по Wi-Fi указываем свою сеть, вводим пароль, подтверждаем. После этого нам нужно произвести манипуляцию на компьютере. То есть скачать слайсер кора согласно инструкции, которая есть у нас в книжке и даже видео инструкции на официальном YouTube канале FlyingBear. Так что здесь у вас также не возит никаких проблем. А мы переходим к одному из важнейших моментов этого обзора. Тестирование качества и скорости печати этого летающего малыша. На что он способен. Заводской пластик мне не понравился, поэтому я использовал проверенный временем от компании Monofilament. Пыла белого цвета с температурой печати 210 на 55. Также запустил на печать кораблик серого цвета. Чтобы наглядно было видно вся детализация. Ну и конечно же наличие дефектов, если они присутствуют. А это уже друзья 6-часовая ночная печать летофании. С моей любимой дочкой и супругой. И вы знаете, на душе было как-то спокойно. Так как я уверен был, что все будет хорошо. Принтер надежный и все допечатает до конца без проблем. Да еще и с очень хорошим качеством, которое я вам покажу чуть позже. В полной темноте под цвет фонарика мы получаем превосходную фотографию из 3D печати. Это действительно завораживает. Я остался очень доволен результатом. Теперь давайте проверим возможности кинематики. Для этого я запустил модель девушки в режиме вазы со скоростью 120 мм в секунду. Но так как это внешняя стенка, то скорость делится на 2. И по факту составила 60 мм в секунду. Теперь давайте поднимем скорость на 150%. Это будет 90 мм в секунду. Ускорение 1200, джерки 12 мм в секунду. Принтер начал работать намного шустрее. При этом все ограничения по скорости я убрал для частоты эксперимента. Поднимаем до 200%, это 120 мм в секунду. И видим как ускоряется печать. Мы должны понимать, что периметр печати у нас извилист. Имеет даже острые углы. На которых принтеру приходится подтормаживать немного. Но разгоняется он очень шустро. Меняем скорость на 50%, это 30 мм в секунду. И видим кардинальную разницу. Насколько сильно замедлилась скорость. Чуть позже мы разберем эту модель и посмотрим на качество печати. Также был распечатан калибровочный куб со штатной скоростью 60 мм в секунду. И мастер йода, но уже с более высокой скоростью 80 мм в секунду. Это первая печать из коробки пластиком ПЛА от монофиламента. Геометрия корабля практически в норме. Укладка слоев мне нравится. Но вот на корме видны горизонтальные полосы от перегрева и следы оплавлений. Значит не справляется обдув. Скорее всего не попадает в область сопла поток. Такая же ситуация произошла и с корабликом серого цвета от компании ПЛАКСИВАЙ. Я решил сразу устранить эту проблему. Правда немного не эстетично, но эффективно. Снял вентилятор улитку 5015. Сделал по бокам надрезы. Подогрел зажигалкой и согнул под правильным углом. Чтобы поток дул в область сопла. Благодаря такой манипуляции обдув деталей значительно улучшился. Это хорошо видно на калибровочном кубе, который получился весьма хорошо. Без единого косяка и дефекта. Укладка слоев отличная. Никаких пропусков и зазоров и оплавлений не наблюдается. А это друзья моя любимая летофания. Из белого пыла от монофиламента. Кстати очень красивый насыщенный цвет. И отличная светопропускаемость. Качество печати детализации меня приятно удивили. Если посмотреть на свет, то вместо 3D печати мы видим точную красивую фотографию. Как видите, теперь обдув работает более эффективно. И тому подтверждение тест на скорость печати. Где охлаждение деталей очень важно. Вот такой вот красивый силуэт девушки был распечатан на скорости 30 мм в секунду. В режиме вазы. При скорости печати 60 мм. Наружные стенки печатаются всегда со скоростью в 2 раза ниже. Это норма для всех принтеров. В области груди, плечей и поясницы есть пропуски. Которые связаны с высоким углом нависания и большой толщине слоя. Такие же пропуски видны и в самом слайсере. Так что это не дефект печати и не вина обдува. А эту деталь справа я напечатал с фактической скоростью 60 мм в секунду. И мы видим, что поверхность стала более матовой. Потерялся глянец. Но тем не менее, качество укладки слоев практически не изменилось. И даже показалось чуть лучше. А в этом тесте я тестирую разные скорости печати на одной модели. Первая фактическая скорость составила 60 мм в секунду до поясницы. Качество прекрасное. От поясницы до груди скорость 90 мм в секунду. И мы уже видим небольшие наплывы. Из-за большой скорости подачи материала и сложной геометрии периметра. Ну а также перегрева самого пластика. Тут даже любой обдув будет бессилен. Грудь отпечатали уже на максимальной скорости 120 мм в секунду. Правда на таких режимах никто не печатает чистовую внешнюю стенку. Ведь тогда бы общая скорость составила бы уже 240 мм в секунду. Верх модели напечатан с пониженной скоростью 30 мм в секунду. Ну и здесь качество конечно резко выросло. Появился привычный красивый глянец. Вывод можно сделать следующий. Самая оптимальная максимальная скорость печати без потери качества до 120 мм в секунду. При этом внешние стенки ставим не более 60 мм. При таких параметрах получается и быстрая печать, и минимальное влияние к кинематике при ускорении хиджерках. А теперь о идеальной печати в режиме вазы. Высоту слоя ставим 0.12, скорость 80, внешние стенки 40, ускорение 1000, джерки 12 и получаем красивый полуматовый глянец, отсутствие каких-либо щелей и превосходную укладку слоев. Но разве не принтер мечта? Как видите друзья, очень многое зависит от правильно подобранных параметров печати. Как пластика, так и самого принтера. Ну что ж друзья, давайте подведем итог. Среди всех бюджетных принтеров до 400 долларов, а может быть даже и выше, Флайнбир ГОСТ является одним из лучших. Инженеры сделали максимально сбалансированный принтер по цене и качеству. Тут у нас жесткая конструкция, прекрасный дизайн, закрытый, 32-битная плата с тимси драйверами, качественные моторы, надежная механика, безлюфтовая жесткая точная кинематика, хоть и немного тяжеловато, но в то же время дает возможность разгонять этого мишку до существенных скоростей, без потери качества. А проверенные временем E3DV6 с BMG фидером обеспечивают надежную стабильную работу. У этого принтера, на мой взгляд, очень огромный потенциал для дальнейших модернизаций и экспериментов. Для любого новичка и не только, этот принтер будет лучшим выбором на сегодняшний день. И это я вам говорю с чистой совестью. Не забывайте, что 24-го числа у нас стартовали летние распродажи и вы можете купить этот принтер всего лишь за 288 долларов. Ссылку на этот замечательный девайс скину под видео в описании, поэтому торопитесь, не пропустите свой шанс сэкономить. Желаю вам удачной покупки, печати. С вами был Макс, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока!